Итак, всем привет, с вами ДВГ и продолжаем играть в FaxBritannica за национальное французское государство. В шестой серии мы уже начали на полную строить военные заводы, наша промышленность военная развивается просто не по дням, я бы сказал, по годам, при этом за часы. И мы уже очень много авиации производим, много здесь обычной техники для пехоты всего. И вот эти новые единицы техники, это триподы, тоже мы их делаем, они потом пойдут в обычную пехоту. Таким образом они дадут им очень неплохую броню 25, без противотанкой поддержки, я подозреваю, ее не будут пробивать. Ну, посмотрим, конечно, как там у Ишки все будет получаться, но есть вполне сериальные шансы, что Ишка такие дивизии не сможет пробивать. Потому что, опять же, бронебойность здесь такая вот только из-за того, что я сюда их и добавил. Как видите, 13 бронебойностей без них и без ПТО, только с ПТО бронебойность 30, то есть, в принципе, они должны пробивать. Ну, увидим скоро, как там что будет. У нас же ПТО есть, потому что вдруг там будут триподы, там еще есть потяжелее мехи, есть квадроподы, но я думаю, их вряд ли будут делать. У них скорость полтора километра, это просто невозможно. Они как бы, ну, двигаются раз в год, я бы сказал. Пока что я примерно как вижу нашу общую военную тактику. Здесь у нас равнина на севере, и мы, в принципе, как Германия через Бельгию прошла во Францию. Потому что здесь уже равнина, но здесь-то леса. Так мы пройдем через Нидерланды, в северную Германию, и потом пойдем просто на Берлин. Здесь будет только вот эта одна речка, ну и потом вот эта большая, вторая. Как бы, а так, в целом, у нас здесь проблем особых не должно быть. Другой вопрос, что чем мы это хотим делать, легкими танками, либо средними танками. И как бы, ну, я, конечно, предпочитаю средние танки, потому что они как-то посильнее. Все-таки броня у них есть, солидная, и их не будут пробивать. Легкие танки, скорее всего, будут пробивать. А еще плюс с механом, конечно, дивизия должна получиться очень шикарная, очень сильная. Так что сейчас достраиваем здесь, что нам нужно. И потом, как мы подоследуем механ-танки, будем производить именно их. Сейчас мы будем Алжир национализировать. Отстраивать еще армию, наверное, для Алжира. Достраиваю я армию для континентальных войн. Вот здесь вот, для Европы. Потом сюда еще тоже отправим дивизию, потому что, я вам напоминаю, все это британское. По фокусам мы еще выйдем. Испанию наш союзник будет. Мы таким образом сможем забрать Гибралтар. И по факту закрыть Британию вот здесь вот почти. Поэтому нам надо будет добраться до Каира, забрать себе советский канал. И тогда Британия здесь будет закрыта. Но самое главное, Италия будет в безопасности. А нам как бы главное, чтобы Италию... Италии ничего не сделали. Вот. Такой примерно план. Да. Сейчас здесь еще делаем фокусы на исследования. Потом, я думаю, можем взять вот эти... Вот этот фокус. Здесь еще есть различные фокусы. Я думаю, можно... В принципе, по ним тоже будет пройти. Здесь еще вот интеграция экономики. Я не знаю, что это даст, но можно попробовать. Потом здесь различные фокусы на дипломатии. Вот Корсику можно попробовать посмотреть. То же, что нам даст. Но все не вперед вот этих исследований. Потому что если мы сделаем все исследования и получим технологическое преимущество над нашими противниками. Ну, как бы фактически воздушное. И потом танковое. То мы в Соло сможем победить Германию и Британию. Без проблем. Нам даже не нужны будут союзники. Это что-то вроде... Ну, почему бы нет. Поехали. И берем прекрасный фокус на 10 стоимости штурмовиков. И истребителей. Супер. И у нас теперь есть бонус на истребителей. Сейчас мы, в принципе, начнем их уже исследовать. Также и штурмовики. Кстати говоря, забавно, что штурмовиков дали 50%, а в истребителей всего 25%. Ну, ладно. И то, и то мы будем исследовать одновременно. Сейчас, как у нас появятся слоты на это. Хотя можно даже чуть пораньше начать, чтобы чуть пораньше закончить. Но вот это, наверное, все-таки пускай это исследуется. Как и вот это очевидно. И политика накопилась. Давайте, французские поселения в Алжире. Факт, ну, ради национальных территорий мы это делаем. Это даст нам еще, кстати говоря, неплохие заводы. Вот видите, 5 фабрик, 2 военных завода. Прекрасно. И это еще даст нам что? Алжир тоже национальным. И подчинение куча. То есть здесь еще тоже куча промышленности. Ну и остальное подчинение тоже, в принципе, будет полезно. Так, это мы сделали. Супер. В теории нам потом вот это понадобится. Но, наверное, не прямо сейчас. Хочется еще, скорее всего, вот сюда выйти. В бонус к исследованию танков. И у нас еще дополнительные военные заводы получаются. Давайте их как-то вот, наверное, так отправим. Там посмотрим. Ну, механ, нужен уже механ все это вкладывать, уже пора. А еще тут пора исследовать новые триподы, новую артиллерию. Очень много чего нам нужно исследовать. Потому что у нас уже 36-й год наступил. Куча техопа открывалась. Как я тут флот тренировал. На это топливо спустил. Давайте остановим тренировки. Сказано, восполняется. В принципе, мы неплохо его производим. Но будем еще производить побольше. Пища, на самом деле, ладно, не неплохо, очень мало. Хотя у нас не так уж и много и нужно. Будет флот. Может требовать 6000. Но остальное, если вы видите, 4000. Добавятся еще сюда танки. Но добавятся сюда еще с фокусов дополнительные нефтепрерабатывающие заводы. Вот резин отсюда добавится. Вот отсюда еще два нефтепрерабатывающих добавятся. И у нас добавится еще вот здесь вот топливная комиссия. А что я тут смотрю. Здесь неплохая промышленность есть. Можно реально сделать это все тоже национальным. Чтобы себя постануть. Поэтому давайте вот сюда в первую очередь. Итак, мы взяли. Можно в теории взять еще здесь 4 военные завода. Но давайте побыстрее вот сюда в технологии. Здесь еще нефтепрерабатывающие будут. И еще вот три формы. Нам тоже вот это сюда нужно дойти вот до сюда, я считаю. Чтобы побыстрее вот эту реформу получить первую. Ну как бы первую дойти до этой третьей снизу. И потом здесь четвертой мы дойдем до опыта. У нас появился механ. Отлично. В теории можно еще амфибии на будущее поделать. Но наверное пока не будем. И давайте бронетранспортеры заряжаем вот сюда. Ну штучек 20 я думаю нам пойдет. О, экономическое здоровье улучшилось. Это у нас... Вот, да. Она все-таки сначала апает, а потом говорит об этом. Так что 97 максимум эффективность. Это очень солидно. Из этого видите. Производим мы просто безумное количество. И растем мы очень быстро в эффективности производства. Супер. И да, как я говорил, вот до сюда мы идем. И палитку я потрачу на последнего советника в высшем командовании на истребители. Чтобы их подбафать. Так что думаю теперь с палиткой все. Буду очевидно я нажимать вот сюда ее. Блин, с палиткой так прекрасно во Франции. Вот в Германии была такая проблема. Здесь конечно все намного попроще. Итак, взяли мы эти три фокуса. Вот это пока что нет смысла, потому что мы не делаем еще танки. Давайте пойдем наконец-таки по дипломатическим фокусам вот сюда. У нас появились новые самолеты. Бам! Истребители второго левела. Берегитесь Германия и Британия. А мы тем временем не перестаем тренироваться с этих ребят на будущее. И можно даже сделать вот так, пожалуй. На всякий случай, я не помню. Опасно ли то, что здесь они тренируются в переполненной базе. Но на всякий случай пускай будет так. Итак, терновый договор есть. Россия принимает нашу независимость. Мы их давайте-ка с Испанией. Только наверное надо сделать сначала вот это. Что улучшит отношения с Испанией. И потом наверное можно будет их позвать себе в союз. Потому что я поздравляю, что если мы сразу делаем вот так. Возможно они не захотят. И нужно ли нам вот это вот. Они и так в нашем пакте. Я думаю нет. Потом пойдем сразу вот сюда наверное экономику им улучшать. У нас появляются новые штурмовики. У нас появляются новые триподы. Отлично. Итак, это есть. Давайте-ка экономики интегрировать. Снижение уровня бедности еще. Так, Испания с нами. Отлично. У нас готовится там армия. Да, готовится. Давайте-ка сделаем еще вот так, пожалуй. Это затеплаем сюда. Это у нас пойдет в Африку. Давайте сделаем отдельную армию для, так сказать, союзников. Это отправится вот сюда. Что здесь за фронт? 30, да. Точнее, я имею в виду. Наверное, не понял, о чем я так же сказал. Это я в своей голове думал, сколько нам нужно ширину фронта для трех дивизий, чтобы этот дефать. 3 по 30 нам нужно. Либо же... Не, давайте, ладно, вы все сюда. А то это пойдет уже вот сюда и сюда. И нам, знаете, что надо сделать? Давайте уберем вот это. У нас тут был новый французский мужчина. Давайте вот это и возьмем себе на манппарум, чтобы манппарум у нас заканчивается. И плюс нам бы еще... Вот здесь вот тоже мобилизовать. Вот так что и вот это тоже нажмем. Ой, у нас, смотрите, когда строились все домики, что я здесь заказывал. Так что мы заказываем просто, ну, еще домиков. Очевидно. И это меня радует. Потихоньку мы заполняем эти слоты. А сверху у нас потом появятся новые. Если вы не помните, то у нас, во-первых, есть развитие регионов вот этих. Мы меняем им категорию, и они становятся большим количеством слотов. И еще вот здесь вот есть. Просто буквально в каждом регионе два слота получают. То есть, ну, застроимся мы очень-очень плотно. Итак, новый французский мужчина есть. Можно еще в теорию культ личности взять, но это, пожалуй, немножко подождет. Давайте все-таки интеграцию экономик. Я не знаю, что это даст нам. Мы будем надеяться, что это что-то очень невероятно полезное. И сколько нам до танков осталось? Четыре дня, и мы сделаем себе новые танки. И мы создадим что-то вот такое, очень дорогое. Невероятно бронированное для среднего танка. Но нашей экономикой себе это может позволить. У нас очень большая эффективность. Как бы, но у нас не так много людей. Так что, я думаю, стоит идти в максимально возможное качество. Так что сделаем так. У нас радио не максимальное. Давайте вот так вот поставим. Оно еще потом докачает это все. Собственно говоря, пушка улучшится, радио улучшится. Нормально. 55 опыта в это вкладываем. Плевать. Картинка не самая хорошая. Давайте. Вот здесь у французов нету хороших картинок. Песно говоря. Давайте что-нибудь сделаем похожее хотя бы на средний танк. И поехали туда. У нас теперь заводы. И нам не хватает некоторых ресурсов. Но я надеюсь, что они найдутся в какой-нибудь, не знаю, Испании. Так, закупим пока у кого получится. А там, если что, будем уже корректироваться. Ну и вот они, наши прекрасные средне танковые дивизии. Конка у них, я думаю, другой и нету, да? Ну, нормальные как бы, да, нету. А пускай такая будет. И да, примерно, примерно это наш финальный вариант. Сохраняем. Также тратим кучу на это опыта. И начинаем их производить теперь. Надеюсь, заполним мы достаточно их быстро. Автоматоны нам здесь не нужны. И нам нужны, я думаю, автоматонные триподы вот сюда уже. Пора. Ну и делаем что-то, наверное, вот такое с пехотными дивизиями. В 27-ку их все-таки засунем. 3000 артиллерии, 11000 триподов. Ух, как же это много. Как же много им требуется. Можем ли мы себе это позволить? Я думаю, да. Но, наверное, все-таки вот в таком исполнении, я бы сказал, все-таки один трипод. И есть, наверное, смысл поменять пехоту на элитную. Вот здесь вот. Чтобы сделать эту дивизию еще прочнее. Наверное, нормально. Вот так вот будет выглядеть дивизия. Фехот на стрижение надо кучу, а людских ресурсов надо больше. Но мы иммобилизируемся, так что нормально. Что ж, это дивизия победы. Осталось только, чтобы наша экономика дотянула до такого количества. И вот оно, смотрите-ка, экономическое влияние Франции. Я не знаю, что это даст, но накопим 150 политики, в принципе, узнаем. Причем, кстати говоря, Испании здесь почему-то все еще нету. Странно. И если нам вообще какой-то смысл вот сюда пройти, коротчик он возможно. Но пока, наверное, нет. Давайте пойдем в военную промышленность, как я и хотел. Но она нам, черт возьми, нужна, чтобы все это достроить. И затем, наверное, пойдем еще вот сюда в резину. Нам еще и Вольфрамбо этот получить. Все это нам нужно. И, возможно, нам нужно еще вот это вот, чтобы получить больше легких ресурсов. Но пока что нам надо достаточно просто мобилизоваться, я считаю. Так, у нас наконец-то обнулась армия. Я опять на это случайно это скипнул. У нас теперь полосовременные вооруженные силы. Отлично. И мы должны их докачать. И мы потратили весь опыт. Как неудачно получилось. Значит, мы только что терпим и ждем. Сколько у нас... А, у нас идут до следующей. Слушайте, мы можем в теории подождать, пока они сами дойдут. Мне кажется, за 200 опыта хотелось бы, в принципе, вложиться. Это у нас, потому что понизит стоимость на еще 60% всей техники. И триподов, и танков, и, кстати говоря, возможно, и механа. Бронетранспортеры, да, так и есть. Так что, конечно, хотелось бы, но пока что потерпим. Ладно. Заполняем мы потихоньку танки. Ну, сейчас вот, видите, в триподы я немножко вложился. Немножко в артиллерию влаживаемся. И в пехотку, потому что на пехотке надо нам все-таки больше. Даже, наверное, вот так, пожалуй. Ну, нормально, нормально. А то мы все это достроим, и мы будем, ну, ультимативно непобедимы. Забавно, кстати говоря, что здесь есть скидка на легкие землеходы и на тяжелые землеходы. А на средние, которые я выбрал, нету. Можно подумать о том, что, ну, блин, наверное, стоило все-таки тяжелые строить. Но, блин, средние намного лучше тяжелых по цене и качеству. Так что, ну, не хочется. Это все мы пока что брать не будем. Здесь нам, как бы, тоже прямо сейчас это все не надо. Базы, асы, это все, конечно, интересно, но тоже не сейчас. Пора, наверное, заниматься тем, что регионы улучшать. Потому что у нас уже ячейки-то заканчиваются. Так что давайте вот сюда, пожалуй, все вот это сделаем. Потом сюда, сюда, население. И мы готовы. Вы, типа, уже должны начинать с Германией воевать? Ну, мы подождем. Мы, как бы, никуда не спешим слишком, так что нормально. Только, пожалуй, начнем с вот этого фокуса, потому что он начнет нам бедность улучшать. Если он начнет это сразу, наверное, нам получше, чтобы впервые вот это вот ушло. Тогда мы, в принципе, лишимся вот этого дебафа, а это приятно. И мы, кстати говоря, еще, наверное, к войне успеем реформу докачать. И вуаля, у нас опять куча слотов есть для построек. Обязательно все это мы застроим. Поехали. Куча военных заводов. Фабрики уже смысла нет устроить. В теории можно было, на самом деле, немножко пожаднее застроиться фабриками где-то до сотки. Че, я буду ячейку получить. С другой стороны, я думаю, это не сильно себя бы окупило, потому что ячейки-то у нас, ну, в один момент, вот видите, заканчиваются. И, в принципе, мы сейчас достроим. Так что я считаю, самое то мы взяли. Ну, и мы, по-моему, начинаем гонять вот этих ребят по промышленности. Уже очень солидно. Так что нормально. Танков, конечно, да, у нас пока очень не хватает. И давайте расширение экономического влияния в Италию. 50 дней это займет. Посмотрим, что это даст нам, что это даст им. Надеюсь, что-то полезное это будет. Так, Бордо есть. Давайте Марсель. Потом там будет у нас Париж и Орлеан. И видите, мы мобилизуемся. И у нас как раз-таки Мэн Павра на все вот это вот наше чудо хватает. Отлично. Вообще, я также потихоньку начинаю радар застраивать. Один вот здесь вот, чтобы покрыть Германию, Нидерланды. Второй вот здесь вот, чтобы уже ближе к Британии покрывать. В теории можно было бы на Иге, но я думаю, там уже нет необходимости. И мы до конца модернизируем нашу вот эту вот дивизию, добавляя сюда ремонтную роту, потому что, видите, надежность-то небольшая. Танкам им всегда полезно добавить надежности. И я думаю, надо еще добавить сюда механа. Надо все-таки до 40 довести в нашей дивизии вот эти вот. Ну, да, вот таким вот образом, наверное, хватит. Хотя можно все-таки чуть-чуть вот так вот сделать. Ну, пойдет, да, чуть побольше механа пускай будет у нас. Смотрите-ка, вот здесь сразу пропустился фокус. Видимо, из-за интеграции экономики. О, вот оно. Смотрите-ка, им дороже от нас покупать что-то. Настроятся они быстрее, и ТНП у них меньше. В общем-то, полезно, я считаю. В Испании мы так не можем сделать. У них, в принципе, промышленности еще и мало. Ну, ладно. Оба-на, у нас улучшение экономического здоровья. Я тут достраиваю последние вещи. Аэробазы немножко, военные заводы немножко, то-се. Все, ждем доктрины. Но так мы просто уже супер готовы нападать. Как бы еще, возможно, здесь несколько орудий сделаю. Ну, так, чисто почему бы и нет. И мы делаем приближение к кортике. У нас событие решения броса с кортикой пошло. С этими ребятами, я думаю, дружить особо смысла нет. Они проиграли. А пруди, это с Турцией что-то говоря. Что-то вроде как. Это мы уже потом доделаем. Окей, с этим вроде все. Все, если нам что еще, что мы хотим сделать перед войной. Наверное, нет, вот это пока что нет. Это нам даст цель, скорость исследований, как бы я потерплю без этого. Нефть как будто можно чуть больше. Давайте вот это все-таки топливное хранение сейчас сделаем, на всякий случай. Так, отправить список требований к кортике, давайте. Вот мы сейчас еще и кортику получим. Да, так и есть. Отлично. Причем это, кстати говоря, неплохая промышленность еще дополнительная к нам. Слушай, давайте, пора. Пора или не пора? Блин, еще чуть-чуть не пора. Давайте еще немножко доделаем фокусы. Все говорят, нет, вот это вот, это не то. Башни Тесла, это не исследовательские кампусы. Это плюс, возможно, еще в хабрике, видимо, построить. Поехали. Еще и у нас техрес подъедет. Ух, мы еще больше застроимся. Как я и сказал, мы здесь можем, в принципе, соло уже воевать. Вообще и бедность улучшилась. Ну да, мы здесь, в принципе, доразвивались. Осталось только вот эти минуса покрыть. Ну и в идеале доктрину, конечно, сделать. Но это можно сделать уже и во время войны. Так, страна Басков. Ситуация вот эта вот, да? Да. Отправьте требования, давайте. Попробуем. И здесь, ну, уже точно, давайте пошли. Мечта Великой Франции. Паски отказываются. Это война. Слушайте, мы не совсем готовы прямо сейчас нападать туда. Давайте наши танки туда перебросим. Их немножко, но я думаю, их хватит. Вот таким вот образом. Поехали. Война так война, нам, в принципе, ну, плевать. Мы их закатаем достаточно быстро, я думаю. Да, так и есть. И ну-ка, нанесла поражение. Сразу же, да, замерилось. Нам территорию дали. А будет у нас возможность их интегрировать. Кстати, игра у нас в политике бесконечность. Как будто уже. Это не то, что нам интересно. Это не то. Нет, там не дают кнопку их интегрировать. Грустно. Давайте, что ж, потребовать континентальные Нидерланды начинаем. И отправляем еще дополнительные войска вот сюда. В Италии против Германии помочь. Под вот этим, пожалуй, парнем, что ли. Ну да. Вопрос о Басках. Дайте это им. Да, давайте вполне себе дадим это Испании. А в этой эволюции вооруженных сил 3 подъехала. 100 дней надо подождать, а потом будем кайфовать. Вставляем сюда последних советников и в целом. Ну, вроде как мы тут готовы на максимум. Больше мне на этом ничего. Политка все это куда будет тратиться? Хороший вопрос. Ну, допустим. Вот сюда. Я других вариантов особо не вижу. Венгрия победила. Все-таки там. Ну, как я сказал, без нашей поддержки они там уже не справятся. Так, мы потребовали Нидерланды. Давайте даже написать в Вита Германии. Вот это, кстати говоря, можно остановить. Германия защищает Голландию. Ну что ж, началось. В Францию Дитсленд. Поехали. И время организовать нашу авиацию. Авиация тут немножко перепыта. Показательски с Германии Германии прошло сразу же. Жесть, нас тут бомбят. Давайте не будем им это позволять делать. Нужно выводить всю авиацию сюда. Пожалуй. Вот таким вот образом. Так, ну здесь началась заруба жесткая очень. Давайте сразу у нас вот это все стоит. У нас откроется новая, собственно говоря, доктрина. Новые вооруженные силы будут. И мы начнем доктрины качать. А здесь же мы сейчас уже начинаем бой за воздух. И в целом вроде как мы должны справляться. Господи, как же нас здесь бомбят. Надо сюда побольше. А ну и надо развернуться просто успеть. Окей. Вот. Что ж, на этом я думаю мы эту серию подзакончим. Началась Великая война, Вторая мировая. Только начинаем ее мы. Вот. Ребят, с вами был Дабг. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok